всем привет сегодняшнее видео будет полезно не только тем кто только собирается в канаду но и тем кто здесь живет уже давно у меня очень хороший кредит скор всегда более 800 это я вам расскажу все что это значит у меня много карточек с одной стороны мне много карточек с другой стороны даже приватбанк есть у меня свои карточки которыми пользуюсь постоянно я вам расскажу почему мне для двух моих разных бизнеса у меня два разных банка поэтому я могу сравнить и у меня для персонального для меня лично два разных банка также эти моей жены два разных банка то есть не чем сравнить я вам расскажу куда вам лучше обращаться куда лучше вам не обращаться если вам вообще поскольку эта тема Если вам вообще интересна тема денег в Канаде, то у нас есть на украинском языке группа гроши в Канаде. Ссылочку вы найдете в фейсбуке в описании. Вступайте, там у нас вся дискуссия про деньги в Канаде. Короткое вступление для тех, кто вообще не знаком в принципе с банковской системой Канады. Здесь 5 больших банков. Я их не буду перечислять, если вы не знаете, вам это все равно ни о чем не скажет. Я буду вам показывать на своем примере. И самый популярный из них это вот такой вот RBC. RBC, вот он вот так выглядит, такой значок у него. Royal Bank of Canada. И я на него перешел по бизнесу. И теперь эти все карточки пустые. Почему они здесь лежат отдельно? Все карточки пустые, я буду его закрывать. Я пропользовался им 2 года. Это самый неудобный банк для бизнеса, которым я пользовался. Давайте по персональному. По персональному я, кстати, оставлю ссылки, кому захочется. Вы можете по ссылкам в описании получить деньги себе на счет. Даже в канадском банке. Это для ньюкамеров работает. Если вы сюда приезжаете, скажем, вы откроете себе ABC, вам дадут 50 долларов. Вы если откроете такую, я за нее тоже расскажу. Она без каких-то месячных платежей, без ничего. Вы получите там даже больше денег. Там можно вообще до 400 долларов заработать. Обо всем этом тоже расскажу. Просто наберитесь терпения и потратите 10 минут, если вам... Вы считаете, что вам нужны деньги, вам нужен банк, который вам может помочь, а не который вам будет только палки в колеса вставлять. Как такое вообще возможно? Во-первых, все банки, большие банки, все берут такие monthly fee. Здесь вы будете платить в Канаде за то, что ваши деньги лежат просто на чекен аккаунте. Без чекен аккаунта не обойдешься, у вас оттуда снимаются все платежи. У вас оттуда снимаются, ну, в большинстве своем можно из кредитки, понятное дело. Например, страховки жизни, здоровья. Вот я занимаюсь страховками жизни, здоровья в Канаде. Обращайтесь, если нужно. То нельзя продать вам страховку жизни. Вы не можете, да, там, пообзаботиться о своей семье, о своем здоровье, если у вас нет такого pre-authorized payments. Можно платить за год, но месячные платежи обычно снимаются именно таким образом. с чекен аккаунта. Эти чекен аккаунт, они платные. Они платные за некоторым исключением. Например, если у вас на CBC раньше было 3000, сейчас это 4000 долларов, должно лежать каждый месяц и не уходить за меньше. Это не скажу, что это огромные деньги, которые должны там лежать. Нет, но просто, когда вы занимаетесь, как бы, финансами, да, в том числе, я тоже, там, пенсионные накопления, всякие такие, всякие. Поэтому, когда вы занимаетесь финансами, вам, ну, мне лично кажется, что это не совсем хорошо, когда у вас просто лежат 4000 и ничего не делают, экономят вам там 7 или 17 долларов в месяц, зависит от того, какой банк. Давайте сразу все-таки начинаю рассказывать вам, что RBC, вот это RBC, да, RBC лучше избегать ньюкамеров. Это самый большой банк, у него больше всего отделений. Почему его нужно избегать? Эти все карточки, как вы можете видеть, с RBC. Это у меня и кредитная линия, и американские доллары, и на бизнес, и в общем, целая информированная история. Но самое главное, когда вы приезжаете по приезду, вам не дадут пластиковую карту, вам дадут бумажную карту. Это я не знаю даже, где там, какую вам показать. Это будет просто бумажная карта, как моя визитка. Это будет просто бумажная карта, на которой будет серьезно написано рукой номер карты, которая вам придет примерно через 3 недели. Она вам придет только через 3 недели по почте. За это время, чтобы вы понимали, вы даже права не сможете оформить, потому что кредитная карточка нужна везде. Телефон или что-нибудь вам, поэтому она вам мешает. RBC, если вам сильно нравится, если вы фанат очень многих, я знаю, сейчас, наверное, многим не понравится, очень многих RBC, повторю, это самый большой банк. Но если вы вначале хотите, чтобы вам не мешали, а дали нормальную карту, с которой вы можете прямо сегодня начинать действовать, не идите в RBC. Второй вариант, я давно об этом рассказывал, там 7 лет почти, когда мы переехали сюда, это CIBC. Это не совсем их карта, это их, но не совсем их. Это моя основная карта, и я вам сейчас ее покажу. CIBC, их некоторые тоже, естественно, много карт, просто у вас, потому что, то есть, как бы, самые хорошие, это черные карты, в которых там куча бонусов, все, но до них нужно, как бы, большой доход, чтобы сбудить. Вот такая карта, она будет дебетовая. Это дебетовая карта, просто о которой, как раз говорил, которая подвязана под ваши чеки на карту. И это у меня карта американского банка CIBC, расскажу о ней попозже. На CIBC вы сразу можете получить карту вживую, в руки, нормальную пластиковую карту, с которой вы пойдете делать все ваши дела насущные. Как я говорил уже, я оставлю ссылку в описании, 50 долларов вы сможете получить, если пойдете по моей ссылке, зарегистрируйтесь онлайн в CIBC. И у них еще очень хороший плюс, они имеют отделения свои, то есть, это абсолютно другой банк в США. Также у CIBC есть вот такая карта, вот такой банк. Это что-то типа монобанка. У него нет физических отделений, у этого банка. По ссылке в описании вы получите тоже себе минимум 50 долларов. И, сделая несложные шаги, вы можете заработать до 400 долларов. Почему я сказал, это полезно, даже если вы уже живете в Канаде, вы можете до 400 долларов заработать, просто перейдя по ссылочке и сделав несложные процедуры. Потом порекомендовать это своей жене и заработать уже себе этот самый реферальный бонус. И так же сам вот сделать процедуру, еще до 400 долларов можно заработать, что я очень и очень рекомендую. Деньги на дороге не валяются. Об этом, кстати, я тоже расскажу. Иногда валяются, вот как сейчас. Здесь 400 долларов за несложная процедура. Мы разобрались RBC, мы разобрались CIBC. Есть у меня еще это топливная карта. Есть еще вот такие карты. Это President Choice. Это тоже есть банк, вы можете видеть много. Это Superstore, например, Real Canadian Superstore магазины. Это все одни, у них есть банкомат внутри. Это тоже без физических отделений. Я считаю, что это была лучшая кредитная карта. Ее можно открыть, можно не открывать. Я уже перестал пользоваться, узкоспециализированная. Но, тем не менее, у нее очень хорошие возвраты. Дальше у нас есть BMO. BMO, у меня опять много BMO. BMO, это банков Montreal называется. Это мои корпоративные карты, две. Они сразу дают хороший лимит. Почему я перешел к ним на бизнес. Перевел свой бизнес на BMO. Потому что там мне давали 4 тысячи на мой бизнес и кредитная карта. Я сказал, что это смешно. Мне на тот момент затраты минимум 10 тысяч были в месяц. И мне дают 4 кредитный лимит. Эти мне сразу дали 20 тысяч. Сразу увеличили мне дневной лимит перевода до 10 тысяч. Что очень важно. Кстати, да. Я недавно делал видео, как снять деньги с украинской карты. Вот у меня еще приводбанк остался. И еще один плюс. А я расскажу сейчас. Да, точно. Я чуть не сказал, что это BMO. TD банк у меня его нет. По причинам, которые не хочу называть. У меня его нет. Тем не менее, с него лучше всего снимать валюту. Если у вас есть, скажем, украинская карта. Или там любой другой страны. То TD банк вам даст наибольший лимит. TD, они зеленые. Это Toronto Dominion, по-моему, называется так. Но это такие зеленые. Я вам сейчас сюда ставлю картинку, посмотрите. И они, например, дают 1000 американских долларов. Да. Нужно тоже отметить, что в канадских банках, банкоматах, вполне себе легко можно снять доллары США. Для этого на банкомате должен быть такой значок, что там есть доллары США. И вы просто выбираете валюту, снимаете доллары США. Это вообще никаких проблем. Какие могут быть проблемы у меня до США 20 минут. Почему бы не. Это все про банки. Есть. Из всех, что я назвал, получается, CBC, RBC, TD, BMO. Остается у нас скошая. Банк. Я им никогда не пользовался. За него ничего сказать не могу. Также вам хочу сказать, что это PC, которое я показывал. Вот они, новые карточки уже выглядят так, более чуть моднее. И есть еще вот эта карта, моя повседневная вообще, повседневная моя карта Rogers Bank. Она дает хорошие бонусы, если у вас есть еще какая-то связь Rogers или FIDA, или у вас интернет Rogers, вы можете баллы использовать. Поскольку это мастер-карт, вы можете ей Костко платить, потому что Костко не принимает CBC. Ну и самое главное, она без annual fee. За нее не нужно платить за многие кредитки хорошие, вот такие черные, которые, да. За них многие надо платить, скажем, за вот эту карту, все ABC. Я плачу что-то порядка 130 долларов в год. Она дает хорошие накопительные бонусы там на перелеты. Это просто не Rogers Bank, это очень хорошая карта. У нее, по-моему, наибольшие возвраты без каких-то годовых платежей. У нее есть один минус. У вас должен быть доход хотя бы 80 тысяч в год на одного, чтобы вы могли ее получить. На семью, по-моему, 150 тысяч. Поэтому не все просто ее могут получить. Тем не менее, если вы ее получаете, это очень хорошая карта. И опять, это моя главная карта, которая закрывает мне все мои потребности. Вы можете выбор делать сами. Напишите, если вам больше нравится. Напишите, скошия банк. Вот мне прям интересно. В скошии я никогда не обслуживался. Не знаю, что насчет скошии. И RBC я буду закрывать, поэтому я его не рекомендую. Очень много всяких fee нужно еще добавить. За перевод, за какие-то, за транзакции. Очень маленькие лимиты. И 400 долларов вы можете снять в банкомате. 3000 долларов в месяц, в день перевести. И трансфером. И трансферы, кстати, это что-то такое, как бы, я даже не знаю, что-то внутри банков переводится просто по e-mail. Или даже по телефону. Это очень удобно. Обычно это бесплатно. Только для бизнеса. Это платно. Кстати, для бизнеса в RBC, например, в BMO, это тоже бесплатно. Поэтому немножечко такое вступление вам про банки. Кто досюда досмотрел, я хочу сделать на этих выходных, я занят. И на следующих выходных, учитывая, что много сейчас украинцев едут до конца марта, они приедут. Я хочу сделать онлайн встречу живую, где полностью поотвечаю на все многочисленные вопросы людей. Потому что сейчас очень-очень много людей приезжает. Больше и больше. И до 31 марта, так понимаю, будет еще гораздо больше людей. Поэтому, если вам интересно, следите, подписывайтесь. Не знаю, как. Можете не подписываться. Просто будет очень много информации, которую я в одно видео никак не соберу. Но я знаю, у меня много информации от берега до берега Канады. И это может быть вам очень всем полезно. Если вам видео понравилось, нажимайте лайк. И подписывайтесь, кому будет интересно узнать о жизни в Канаде дальше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok